Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я напоминаю, что у нас есть также телеграм-канал. Пожалуйста, подписывайтесь. Сегодня у нас в гостях Сергей Трифонов, руководитель лаборатории полимер-физик. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дарья. Сергей, недавно прошла конференция. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее. 13-14 февраля прошла конференция Ассоциации полимерной интеграции, которая называлась «Перспектива развития 2023», посвященная в основном трубной индустрии, производству полимерных труб, но затрагивающей остальные косвенные вопросы. Сейчас я хотел бы кратко рассказать, что на ней было и какие итоги этой конференции. Итак, партнерами мероприятия выступили крупнейшие компании в этой индустрии, компания Metaclay, Aditim, Национальная ассоциация водоснабжения и водоотведения, Институт ВНИИСТ, Росстандарт. Техническим организатором выступала компания PlastMedia, которая занималась всеми вопросами организации. Также информационными партнерами были журнал «Полимерные материалы» и «Инженерная практика». Как я сказал, форум уже четвертый, тем не менее, его аудитория, соответственно, постоянно растет. В этом году уже более 90 участников вочных форум и 40 участников онлайн. Онлайн получил популярность после пандемии. 14 часов, 2 дня и 25 докладов вочных и тоже в онлайн форумах прошли. Три круглых стола параллельно шли основным докладом. Слушателями или участниками конференции были различные, ну, разнопрофильные, так сказать, организации. Это ассоциации и НИИ, в том числе даже иностранные. Компании-поставщики оборудования и материалов, производители полимерных труб и фитингов. Также маркетинговые агентства, средства массовой информации, конечно, даже товарно-сырьевая биржа принимала участие. Также лаборатории в области полимерных испытаний и учебный центр. Основные вопросы на конференции были следующие. Рассматривались перспективы и тенденции в развитии полимерных композитных материалов на территории России в 2023 году. То есть, конечно, начало года. Интересно всегда ожидание, что же будет в этом году. Конечно, это было сложно немножко, но все-таки высказали свои прогнозы касательно ситуации и поставщики оборудования, сырье и переработчики. Взаимодействие ассоциаций полимерной интеграции как представителей малого и среднего полимерного бизнеса с органами власти. Очень широко получила эта тема резонанс. И в том числе в ряде круглых столов она была освещена об этом чуть позже. Взаимодействие ассоциаций полимерной интеграции на международной арене с ведущими ассоциациями дружественных стран. Такой теперь у нас тема применяется. Создание нового технического комитета Росстандарта в области неметаллических труб. То есть, вывели полимерные трубы на более высокий уровень с точки зрения стандартизации. Конечно, разговаривали о сырье, о доступности сырья, о доступности финансирования, о новых технологиях для участников отрасли. И затронули некоторые новые вызовы рынка полимерных и композитных изделий. В частности, сама по себе конференция была разделена на сессии, посвященные отдельным блокам вопросов. Началась конференция с сессии докладов по теме российского рынка производителей полимерных труб. То есть, рыночные исследования, маркетинговые исследования. Которое плавно перетекло в перспективы сырьевого обеспечения в 2023 году. Наиболее насущный вопрос с точки зрения практики. Где брать сырье? Какого оно качества? Как его финансировать? Будут ли какие-то волатильности на рынке? Опять же, отсюда логично вытекла тема следующей сессии. Цифровизация, контроль качества, аудита и консалтика. То есть, все, что связано с новыми какими-то движениями, нужно проверять. Это контроль качества. Нужно проверять свое производство. Это аудит. Соответственно, выступили компании, которые помогают это делать. Или рассказали о своих кейсах, о своем опыте. И импортозамещение. Сессия второго дня касалась, конечно же, замещению сырья, замещения оборудования. В связи с известными ограничениями, которые на нынешний рынок у нас действуют. И последняя сессия второго дня уже, это сессия сырья и технологии, была посвящена непосредственно технологическим аспектам, различным новым разработкам. И сырье, и оборудовании. О том, как применять какое оборудование. Лабораторные вопросы и вопросы обучения и повышения квалификации персонала, в частности. Как я сказал, параллельно также были приведены круглые столы. То есть, уже в более приватной камерной обстановке участники на этих круглых столах, посвященных трем темам различным, обсуждали уже такие узкие вопросы. Например, один из, наверное, наиболее востребованных был круглый стол по лабораторному контролю и органам сертификации, потому что эта тема довольно сильно актуальна для рынка племенных труб. Проблематика подтверждения соответствует требованиям постановления правительства 24-25. Это такая узкая локальная тема для трубной отрасли. И в целом широко были освещены в этих круглых столах тема системы менеджмента качества на трубном производстве. Для примера, вот некоторые из докладов, которые были, я выделил, наверное, самые интересные, как я сказал, их было более 25. Российский рынок полимерных труб, его обзор в 2022 году, очень познавательный и глубокий анализ со стороны АПИ. Опять же, ассоциация сварщиков полимерных материалов затронула вопрос стандартизации полимерных труб. Компания Aditim в лице своего генерального директора осветила свой взгляд как импортера сырья на рынок сырья, потому что, конечно, импорт и экспорт полимерных полимерных средств сейчас сильно осложнены. Они рассказали, какие факторы влияют на импорт и экспорт, на что обращать внимание, как его можно осуществлять. Еще раз затронута была тема, конечно, сертификации соответствия полимерной продукции. Очень много сейчас изменений происходит, и заранее запланированных, и связанных с санкциями. И как пример взаимодействия с иностранными ассоциациями, вообще другими странами, свой опыт о том, как стать лидером по экспорту сырья, рассказала иранская ассоциация INPEA. То есть Иран уже давно живет под санкциями, уже не знаю сколько, 20-25 лет. Они уже к этому привыкли, и они поделились, собственно, опытом, что следует делать теперь нам в России, как лучше использовать то, что есть. Кстати говоря, один из слайдов интересный был, по-моему, как раз с компанией ADITIM, если не ошибаюсь. Количество санкций в штуках, которые наложены на различные страны, и Россия там несколько раз превышает ближайшего своего второго места, по-моему, как раз Иран или Афганистан, несколько раз. То есть у нас несколько сотен санкций, у них десятками измеряется. Один из докладов был посвящен системе менеджмента качества на производственных предприятиях и особенностях его внедрения. И, как я сказал, интересный доклад был со стороны сырьевой биржи Санкт-Петербургской. Яковенко Наталья Юрьевна рассказал о том, как вообще работает биржа, потому что все мы слышали, наверное, о том, что должно сырье уже торговаться на биржах. Даже некоторые марки его торгуются. И в прошлом обзоре за историей 2022 года как раз я затрагивал эту тему. Пожалуйста, кому интересно, можете туда обратиться тоже. Опять же, импортозамещение, да, везде она проскальзывает такой красной нитью. Импортозамещение для производства сырья, для фитингов осветило ассоциацией примерной интеграции. Очень много вопросов, как всегда, в индустрии о том, что в случае контроля качества, что лучше, организовывать в свою лабораторию или обращаться в сторонние лаборатории. И с данными токлей докладчик Ульяна Цуцкома как раз осветила, в том числе в цифрах, те факторы, когда нужно организовывать свою лабораторию и когда это излишне. Очень интересный был доклад. И в конце конференции, как я сказал, были технические некоторые темы. Компания-форматорника сказала о том, как о путях снижения себестоимости производства трубной продукции. И со стороны компании Neff Engineering были освещены очень хорошо особенности производства двуслойно-гофлированных труб, потому что эта технология еще не очень развита в России, но имеет большой спрос. И со стороны учебных организаций я рассказал о том, какие предложения образовательной инициативы как раз в области обучения предлагает Академия Пластмасс. Итогами конференции стало некое резюме, декларация со стороны главного организатора Ассоциации полимерной интеграции. И отмечено было следующее, что не хватает, либо совсем отсутствует, либо не хватает нормативной базы в отдельных отраслях, в частности по полимерным трубам. То, что существует или то, что внедряют, внедрение как процесс имеет довольно большие проблемы. Много очень вопросов, что как раз нашло отражение в очень бурном обсуждении на круглых столах по СМК сертификации. Ну, конечно же, отметили, что проблема большая организация деятельности производителя в условиях санкционного давления, это уже не ново, но что нового хочется отметить, это отсутствие актуальных программ обучения специалистов в целом полимерного производства и испытаний продукции. И сейчас вот как раз хорошо, что эти программы начинают появляться. Ну, и, конечно, одним из итогов стало то, что форум был признан удачным, его необходимость доказана, его нужно развивать дальше. И я думаю, что API будет работать в этом направлении, расширять и производить уже в следующем году пятый юбилейный практически всероссийский полимерный форум. Для более глубоких деталей и изучения декларации можно обратиться на сайт API. Вот здесь переведен его адрес и QR-код, кому интересно, можно сканировать, и там будет уже чуть больше деталей, наверное. Но так прошел форум, от себя отмечу, что было очень живое обсуждение всех вопросов, то есть аудитория постоянно принимала участие в дискуссиях со спикерами и напрямую на докладах, и в кулуарах, на кофебрейках. Но, как я сказала, что круглые столы были прям очень живые и бурные дискуссии, иногда же задавались громкие крики и споры, то есть живое участие участников. Ну что ж, спасибо большое, Сергей. Мы продолжаем готовиться уже непосредственно к нашим конференциям на выставках Роспласт, Росмолд и Хит Электромашинери. Приглашаем вас всех. Напоминаю, что на всех выставках уже открыты регистрации, и, пожалуйста, проходите по ссылкам в описании, регистрируйтесь заранее, чтобы просто более эффективно использовать выставку. Ну а я прощаюсь с вами. Как всегда, увидимся на выставках.